Привет, я Алена, медицинский психолог, нутрициолог. Соответственно, подписывайся, если тебе интересна жизнь такая интересная. Сегодня мы с тобой говорим про ошибки, которые приводят к инсулинорезистентности. Соответственно, многие не знают, что можно это все исключить. Соответственно, человек не использует так называемый положительный стресс и активацию метаболических процессов. Очень часто многие нервничают и думают только о питании. На самом деле нет. Как я сказала, избыток углеводов также не имеет права на существование, если вы не атлет, если вы не тренируетесь на массу и, соответственно, если вы постоянно перегружаете себя калориями. Привыкаем к небольшому количеству ингредиентов в прием пищи. Соответственно, питаемся по режиму и не частим. Вот это очень важно. Почему? Потому что, когда частите, это тоже влияет на ваши метаболические моменты. Сладкое можно не всем, вообще почти никому. Альтернатива выпечке. Можно действительно соблюдать то, что с хорошей гликемией. Крахмалистые овощи и крупы употреблять только в сопровождении белка, клетчатки и жиров. И очень важно не переедать вечером, плюс испытывать двигательную активность. Если мы не двигаемся, то монодиеты вам не помогут. Соответственно, инсулинорезистентность, она влияет на нервы. Вот что сказать. Постоянно подскакивает инсулин и нормальный уровень в крови. Это вопрос нашего выживания. Соответственно, сегодня глюкоза практически после каждого приема пищи повышается стремительно, мощно и резко. Спасибо современным рафинированным продуктам и устоявшейся традиции есть от эмоций, от кайфа, от скуки и так далее. Так что, действительно, мы становимся зажирателями и на месяц в зале по три тренировки это слишком мало. Очень важно регулярно тренироваться и, соответственно, с подросткового возраста понимать то, что является метаболической такой историей. После еды человек не двигается, в моменты стресса он пьет кофе. Соответственно, я говорила, что могу вам подсказать по поводу бани, сауны, да и вообще по поводу положительного стресса от купания. Это тоже круто. Такие встряски работают против инсулинорезистентности и, соответственно, против пассивного белого жира и активного бурого тоже. Человек никогда не повышает часто свой пульс до максимума, все боится и мало спит, плюс тревожится и все это, короче, нехорошо. И могу сказать, что уходить только в какие-то кето, это не всем полезно. Не все знают про электролиты, минералы, саплименты, все питательные вещества. Соответственно, я могу сказать, что кортизол, холестерин и инсулин это то, что сильно связано. И у кого есть такие проблемы, нужно идти не только через питание, но и через стресс и, в принципе, через постоянные рутинные тренировки. Если вам полезен мой канал, подписывайтесь. Меня зовут Алена, я психолог-нутрициолог. Пока-пока!